Четыре человека незаконно проликли на охраняемую территорию, производят здесь видео, фотосъемку, фиксацию с применением видеокамер, квадрокоптера. Вот так легко, депутаты должны защищать интересы, а не как-то с кисточкой, извините, показухой занимаются, доброй кофтой. Вот так вот. Прямой эфир, между прочим. Друзья, если мы с вами не займем активную позицию по этому вопросу, лет через 5-7 наш отдых и наша природа будет выглядеть примерно вот так. Вы хотите такого? Я нет. Когда едешь на репортаж с Трофимовым, надо иметь берцы. У меня есть там сапоги вот такие и забродники, а, болотники называется, и забродники вот такие, костюм. Привет, друзья. Мы сегодня с депутатом Андреем Мордасовым и местными жителями идем на территорию предприятия в поселке Мостовик, где регулярно складируют мусор, строительные отходы, жгут их. И прям буквально в нескольких метрах от местной администрации. Говорят, что все в курсе, никто ничего не предпринимает, никакие действия. Вот мы идем снять все это дело и привлечь к этому внимание. Вот заброшенные очистные поселка Мостовик, буквально здесь, в нескольких метрах отсюда. Вот к этой экологической проблеме добавили какие-то деятели, с попустительства чиновников, еще и проблему с мусором. Фу! О! Запах просто непередаваемый. Очистные сооружения дырявые и прямо мусор, мусорный склад, свалка. Чиновники, это вот та самая Европа, которую вы нам обещали, ребята. Платим больше, сортируем и получаем на выходе вот это. Вот у нас мусоровод. Мусоровод, интересно, что он тут делает? Выходи! 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 Я сказал, выходи! Выходи! Ты отсюда не уедешь! Ты отсюда не уедешь! Ты либо со страхом уедешь, либо сядешь. Выходи! Надвижите мотор, пожалуйста. Зачем? Затем. Мы будем проверять у вас сейчас документы. Вот примерно мы сейчас делаем то, что должны заниматься у нас правоохранительные органы. Не лайки, репосты там в социальных сетях смотреть, а люди, в принципе, сами сделали всю работу. Они нашли проблему, они показали, когда, кто привозит. Вот мы только пришли, и вот они, преступники. Преступники, это уголовное деяние. Вот они. Хватайте, ребята, звездочку получайте, отчеты строчите. Боритесь? Хорошо. Вот мы все для вас сделали. Номера, пожалуйста, вот они, красавчики, сидят. Начальник отдела охраны, Максим, меня зовут. Еще раз. Начальник отдела охраны, Максим, меня зовут. Начальник отдела охраны чего? Офтовский автомашек. Отлично. Андрей Юрьевич Мордатцев, депутат городского округа. Значит, мы сюда прибыли по сообщению, значит, жителей, которые сообщили, что происходит незаконное, значит, сваливание автологов строительных деталей. Мы это видим и вы видите, я надеюсь. Значит, вы знаете, у нас кто может принимать, соответственно, только мусорные полигоны на данный север. Значит, машина пыталась уехать. Я не знаю, кстати, каким образом она сюда заехала. Она пришлось через лес идти, там, я это понимаю, на дорогу через предприятие только. Вот я ее заблокировал как представитель власти. Я вызываю сейчас сотрудников полиции, прокурора, замглавы по экологии. Надеюсь на вашу поддержку. Посмотрите, преступление экологическое налицо. Ну, во-первых, вы незаконно сюда проникли. Вы проникли на территорию автомоста. Я вообще просто угораю. Это, то есть, у нас таким образом жульки-бандиты работают. То есть, если они на чьей-то территории совершают противоправные деяния, то, значит, нарушителями будут не те, кто эти противоправные деяния совершает, а те, кто их фиксирует. Как вас мучает эта проблема? Ну, во-первых, очень сильно мучает, потому что весь запах от того, что они жгут, идет к нам непосредственно в дом. Наверное, и в другие дома тоже. И ни летом, ни зимой окна открыты на проветривании невозможно. Ощущение такое, будто я нахожусь в доме, который сгорел. Я живу в доме сгоревшем. Легкие аж болят. Я поняла, что такое легкие могут болеть. А как давно это все происходит? Это, мне кажется, уже год, наверное, больше, потому что мы думали, что это соседи жгут. Но костер, печь, баня не дает такого запаха. Это конкретно покрышки, это конкретно какой-то строительный мусор, может быть, сгоревшие диваны кожаные, не знаю. Запах вот такой вот, конкретно мерзостный, отвратительный. Мы не могли найти его причину, а потом оказалось, что это все вот буквально под носом. Как вы считаете, вообще нормально вот такое сфлодирование? Нет. Нет, не нормально, потому что все это уходит в грунтовые воды. Вот эта вся гадость с дождями. Вот там дальше два озера. Но одно убитое уже давно, черное. Оно так и называется, черное озеро. Его еще там железнодорожники как-то погубили еще в советские времена. А дальше идет Стройковское озеро. Мало того, что стекает с очистных сооружений, которые не работают уже сколько лет подряд, еще отсюда. Потому что все идет по уклону, все идет по грунту, все идет туда, с горочки. Как вы считаете, что нужно здесь делать все-таки по итогу? Как идеально разрешить эту ситуацию? Только убрать всю эту свалку. Рабочие водители убегают. Вот интересно, откуда этот мусор? Не из городских или каких-то муниципальных строек? Откуда вы бревнышки эти привезли? Молодые люди. Умею, конечно. Я мастер спорта по легкой атлетике. Откуда вы привезли бревнышки, скажите, пожалуйста. Какие бревны? Ну вот эти, которые у вас там в кузове. Это прямой фирм, между прочим. Да, и я на тебя напишу заяву, если ты что-то мне сделаешь. Конечно, наказывать надо не столько водителей мусоровозов, которых сюда посылают, сколько владельцев земли, людей, которые устроили этот мусорный терроризм. Вот. Андрей, а ты что думаешь? Нет, ну абсолютно верно, да. Штрафы на юридические лица мы знаем, что там в десятки раз, если не в там сто раз, больше, чем на физические. Поэтому рабочему скажут, ты скажи, что это ты сам где-то подхалтурил, а вот ты привез. Ну тебе выпишут пять тысяч, и все. Мы тебе вернем. Вот надо вот это вот предприятие, которое занимается этим беспределом, выписать миллионов десять и заставить еще убрать за свой счет. вывезут, оплатят на полигон, который примет. И тогда все будет нормально, тогда будет порядок. Вот. А если на какого-то там рабочего, я так выпишу, это выгодный бизнес, реально. Если поймают, а никто не ловит, кроме вот нас там и нескольких жителей. Ну и плюс приходит разнаряд в области там. Срочно, для показухи, в рамке отчета. Всем выехать и посмотреть там что-то, чего-то. Звонят заранее люди, значит, на эти предприятия их говорят. Там же все крышуется, понимаете, все заносится и говорится. Ребята, завтра приедет проверка. Вы там что-то, чего-то там замарафите, или мы туда не пойдем, или там в этот день не возите. Проверки сделаны, все отлично, все замечательно. Все службы работают в поте лица. А вы попробуйте побегать так. Ух, кстати, здорово, вообще замечательно. А вот. Пробежались-то хорошо. Рабочие с физической подготовкой нормальные. Вот. Ну и жители тоже. Вот. Казалось бы, ребята, все смешно, но на самом деле вот таких вот вещей, которых мы знаем, их ни одна, ни две, ни три. Дошло до того, что грузовики с мусором прям вываливают у Ярославского шоссе. Да. Это прямо на краю города. То есть я предлагаю ввести термин Московской области, чтобы губернатор Московской области знал. Мусорный терроризм. Вот давайте прям возьмем, да, этот хэштег. Реально это мусорный терроризм. То есть это же экологическая бомба. Если это бомба, значит это терроризм. А эти люди экологические террористы. Вот. А мы с этим будем бороться. Значит, четыре человека незаконно проликли на охраняемую территорию. Производят здесь видеофотосъемку, фиксацию с применением видеокамер, квадрокоптеры. Обрати внимание, значит, у сотрудников предприятия вот лицо. Если он тут живет, я хочу, чтобы все этого человека знали, чтобы лицо, когда он вышел, и люди его знали, и на работе, и в магазине, вот это вот. Он покрывает весь этот беспредел. Он на меня будет писать заявление. Вот не на это у них претензии. Видишь, они сказали, у нас нет претензий к этим ребятам. У нас претензии вот к жителям, к Мордасову, там, впрочем. Я хочу, чтобы все знали. Значит, жители, пожалуйста, фамилию и молотчество вот этих людей. Мы их героев будем придавать народной славе. Здрасте, вы из администрации? Здрасте. Да, из администрации. Можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, подождите, сейчас я... Вы же из отдела экологии, правильно? Из отдела экологии. Можете сказать, имеют ли право здесь сваливать от холи или нет? Мы еще сейчас не разобрались. Сейчас я выйду, посмотрю. Хорошо, разбирайтесь. Ну, и было написано вот сотрудниками УВД заявление, значит, о незаконной свалке, свале мусора и двукратной попытке совершить наезд данным автомобилем. Значит, грузовик сейчас проследует за сотрудниками полиции. Сотрудники полиции изъяли документы у водителя. Сейчас приедет сотрудник из минокологии. Из минокологии. Да, и мы с ним как бы этот вопрос будем обсуждать. Сразу после отъезда полиции сотрудники администрации из отдела экологии уехали, сказав нам, что проверка из минокологии задерживается, и они приедут чуть позже. Мы их прождали где-то примерно час, поняли, что они будут либо позднее, либо вообще не приедут, поэтому решили вернуться обратно, все-таки смонтировать, выпустить этот сюжет, и чтобы все это дело закончилось каким-то пресечением этой деятельности, существенными штрафами и наказаниями, чтобы это было неповадно и другим, вот, значит, мусорным террористам. Нужно, чтобы как можно шире все это дело, вся эта информация распространилась, поэтому, друзья, помогаем репостить этот ролик. Вот, до новых встреч. Обо всех новых каких-то изменениях я буду вам сообщать. Редактор субтитров А.Семкин